Здравствуйте, друзья! Сегодня у нас 9 мая, вторник. Рад вернуться в ваше общество, видеть вас, слышать. Рад пообщаться. Просто последние три дня, находясь дома, я вспоминал мудрость древних греков, о том, что всё течёт, всё изменяется. В течение последних трёх лет примерно, как вы знаете, страшный вирус косил немереное количество людей по всему миру. И вот сейчас немножко таблеток, которые идут бесплатно, кому надо в этой стране, насморк, ну и пропавший голос, вы, наверное, чувствуете, он потихоньку возвращается. Вот, собственно говоря, и всё, что нынче представляет из себя COVID-19. Повторяю, насморк и пропавший голос. Так что я с оптимизмом всегда говорю, что я оптимист и всегда считал и считаю, что будущее будет лучше, чем настоящее, тем более прошлое. Но к этой же мысли я сегодня же вернулся, когда включил телевизор. Надо же было проверить особо высокую температуру, я как ожидал, в палате, посмотрел фотографии минуты полторы выступления этого кремлёвского ушлёпка на Красной площади и опять вспомнил, что всё, хотя нельзя дважды войти в одну и ту же реку, но всё где-то повторяется. Один раз в качестве трагедии, другой раз в качестве фарса. Этот выступающий ушлёпок по интонациям своей речи и вообще по своему поведению чем-то напоминал мне своего духовного предшественника, который, согласно последним данным кинохроники, буквально за несколько дней самоубийства в рейс-канцелярии, вышел последний раз на божий свет, прошёлся вдоль шеренги загнанных недорослей, которому младшему было где-то лет 14-15, потрепал их по щекуке и с этим и удалился. Так и этот. Вокруг себя собрал, так сказать, заложников, молодых и старых, чтобы по нему коварные НАТЫ, американцы, ещё более коварные хохлы, не запустили какое-то страшное оружие. Из его физиономии раздутой такое впечатление, что вот-вот должен был брызнуть ботокс, а непомерные размеры его грудной клетки свидетельствовали о том, что на него напялили, но не менее двух нагрудников или кефларовых этих самых вестс. Ну и вобрался, собрал вокруг себя заложников, старых и молодых. И так рассадил всех своих, призвал ещё заложников, тех, которые ещё являются таковыми, но приехали с разрешения Пекина, это большинство представителей ОДКБ. Рассадил их тоже в разные места, чтобы, ежели появится вражеский, снайпер с автоматами, чтобы не сумел их всех перестрелять. Ну и нытьё, нескончаемое, я имею в виду речь, бесконечное нытьё обиженного жизнью и опущенного человечка, которому нельзя было искать никакого рационального зерна. Это был поток сознания, ну вот реально опущенное чмо, который зол на весь мир, несмотря на то, что последние 20 лет одну шестую часть этого мира он отбирал как хотел, всё равно он был дико несчастлив, запуган. Ну и вот и весь, собственно говоря, парад. Танк, единственный танк Т-34 порадовал, как объявил диктор, это легенда, значит, Второй мировой войны. Он, правда, забыл упомянуть, что по сведениям, по мнению специалистов по Второй мировой войне, всё в этом танке было, может быть, большинство советского производства. Кстати, танк, это начало, если я не ошибаюсь, был изготовлен в Харькове, в Украине. Но дуло, дуло сверлили при помощи американской технологии, при помощи американских станков. Не было бы вот этой ненавистной Америки, которая до сих пор жить не даёт Путлеру и его выкормышем. Не было бы и Т-34. Они с тех пор так и не исправились со временем окончания Второй мировой войны. Вот сейчас, по поступающим данным из американских СМИ, очень плохо обстоит дело у вооружённых сил Мордора. Мордора не только в связи с нехваткой боеприпасов, критической нехваткой, но ещё хуже обстоит дело со стволами артиллерийскими. Они выходят из строя, а сделать новое уже нет возможности. Нет станков, нет технологии. Приехали. Ну и пока я сидел тут, отдыхал, так сказать, читал многое, что происходит в информпространстве. Обычно я им говорил, что я не слушаю Ютуб. Не потому, что мне не нравится кто-то, или наоборот, слишком нравится. Просто для того, чтобы сохранить свежее восприятие информации. Я всегда предпочитаю работать с информацией, а не с её интерпретацией, потому что хочешь, не хочешь, если слушаешь, тем более много источников, как-то это оседает на бэкграунде. И потом так или иначе может повлиять на чистоту твоих собственных умозаключений. И так, во всяком случае, нас учили в аналитическом подразделении первого главного управления. Ну и, естественно, не могло меня пройти мимо внимания несколько обстоятельств. Первое. Сегодня, если я ошибаюсь, первый день, когда Соловьиный помёт, то есть, считай, Кремль, через своих личинок в русскоязычном интернете слил со ссылкой на спутники, на спутники карты тех укреплений или укрепрайонов, которые возвели вооружённые силы Российской Федерации накануне ожидаемого наступления в ВСУ. Ну, по поводу их аутентичности и реальности мы скоро узнаем. Если будут какие-то, ну, с моей точки зрения, вряд ли там что-то совершенно выдуманное. Я практически уверен, что Мордор, его неумелые военно-начальники, как это сейчас общепризнато на Западе, всё-таки использовали последние шесть месяцев с пользой для себя, настроив мощное фортификационное укрепление, и прежде всего на южном направлении, направлении на Крым. И в это же примерно время раздались страшные, странные заявления представителей ОПУ, то есть ведомства Андрея Ермака, я его так и называю, потому что он фактически является главой этого ведомства, и он туда подбирал людей по своему, как говорится, образу и подобию. Так вот, последнее заявление меня буквально потрясли, то всё кричали и кричали оттуда, что вот сейчас мы покажем Кузькину мать, наступление, и сметём врага, особенно буйствовали в этом отношении генерал, юный генерал Буданов, а также министр так называемой обороны Резников. И тут вдруг оказывается, что не стоит ждать ничего сверхъестественного. Да, и может быть, его и не будет, то есть, может быть, вы его и не заметите, то ли она уже идёт, но может пройти так, что вы его совсем не заметите. Это меня реально потрясло, я тут же привёл параллель между тем, что сделали россияне за последние шесть месяцев, и между тем, что не сделал вот эта же самая организация ОП за шесть месяцев предшествующих агрессии Российской Федерации против Украины. Как мы знаем, предупреждали же американцы по всем каналам, начиная чуть ли не с сентября 2021 года, то есть, аккурат, почти шесть месяцев, если бы за эти шесть месяцев в ОПУ находились профессиональные люди, имеющие соответствующее образование, соответствующий опыт работы, а не бывшие ларёчники, шоу-бизики и пиарщики, ну, то есть, вот, пиарщики, это для меня, это вообще люди без профессии, потому что с началом, вернее, с развалом Советского Союза, пиар на просторах бывшего Советского Союза, им занялись все. Вот кому нечего, у кого нет настоящей профессии, те пошли в пиарщики. Так вот, если бы там были хоть плохие профессионалы, как в Раше, и они бы построили за шесть месяцев фортификационное сооружение, то, глядишь, этой войны вообще бы не было. Я очень надеюсь, что украинские граждане, избиратели, пройдя через горнила вот этих испытаний нынешних, сделают стратегический вывод, что если у тебя лично, тебе нужна медицинская помощь или, не дай Бог, твоим близким, ну, несложное, операцию сделать, удалить апендицит, но вы не пойдете с этой проблемой к зоотехнику. Если у вас нужно удалить заболевший зуб, вы не пойдете с этим к пиарщику, но если у вас появились, дай вам Бог, каждому какие-то деньги, и вы решили их инвестировать в выгодные инвестиционные проекты, вы не пойдете с этим делом к артисту кор де балета какого-нибудь или к певцу, вы пойдете все-таки к профессионалу. Если вы так вот относитесь к себе так хорошо, то, наверное, надо понять, что так же надо относиться и к государству и к тем, которые им должны управлять, потому что вот есть очень распространенное заблуждение, что кухарка может управлять государством, или что нас не волнует, мы сами по себе, мы не интересуемся политикой. Когда граждане государства перестают интересоваться политикой и тем, как, а искусство политики – это искусство выбирать и держать в узде под жесточайшим контролем того, как ты там выбрал, если ты не интересуешься политикой, политика займется тобой. Ну, тем временем, тем временем, судя по всему, американцы несколько удивились этим заявлением, ну и делают шаг за шагом для того, чтобы дать все-таки понять, что мы ждем большого успеха этого контрнаступления. Причем Америка не настаивает, да и Запад не настаивает на том, чтобы она была успешна. Это в интересах прежде всего Украине. Запад и США продолжают делать все, что они могут в настоящий момент. Так, например, сейчас в Штатах растет давление, вот последние буквально дни, на администрацию Байдена, на Белый дом, с тем, чтобы поставить максимально, по максимуму ракеты большой дальности, с тем, чтобы нанести удар по инфраструктурным объектам Российской Федерации, которые подпитывают те войска захватчиков, которые расположены на временно оккупированной территории. Подсчитано, много раз говорили, это пошло от генерала Ходжеса, очень уважаемого, один из самых моих любимых военных мыслителей Соединенных Штатов. То есть, как-то так всеобщее внимание было обращено на Крым, идея уничтожить Крымский мост или Керченский мост, перерезать вот этот сухопутный мост, который идет из Краснодарского края, Ростовской области, через временно оккупированную территорию туда, в Крым, и тем самым, значит, оставить Крым без логистики, без запасов ГСМ, продовольствия, боеприпасов. Но, оказывается, подсчитано, что 75% всей логистики, которая идет войскам-оркам на временно оккупированной территории, идет не через вот эти два моста, сухопутный и керченский, а совершенно свободно идет через границу между Российской Федерацией Донбассом, это 75%, а оттуда уже дальше оно распространяется. То есть, речь идет о том, да, а поступает оно в Донбасс через российскую границу? Прежде всего, значит, из Волгограда на восток, есть там еще железная дорога, да, Лиски или Лиски-Ростов. И вот что надо, как считают некоторые аналитики, что надо перерезать и уничтожать. Не забывая, безусловно, о Керченском мосте и о сухопутном перешейке, в сухопутном мосте в Крым. То есть, речь идет о том, что это наступление должно начаться. Операция, как в Америке ее считают, звучит так, шок-н-о, страх и трепет, шок и трепет, шок и ужас. То есть, это будет, должен быть огненный вал, который сметет вот эти все логистические центры, которые подпитывают орков, находящихся на временно оккупированной территории. И оно должно смешать полностью все командование, с укреплением управлением войсками у орков плохо. Их управление не выходит за пределом взвода. То есть, внутри взвода еще есть какая-то координация. А между взводами, ротами, это все уже начинается, начинается хаос и паника. Ну, и вот считается, что так нужно это и использовать. Дальше. Вот это карта укрепрайонов. Значит, первое, главное, что она свидетельствует, в ней ее утечка. Я считаю, что это в значительной степени мультик. Но это не фейк, потому что, ну, в конце концов, американские спутники летают. В этих условиях идти на откровенный фейк просто нет смысла только вызвать очередную порцию смеха у противника. То есть, где-то там это все близко к действительности. Ну, и что делать? Вот надо их отрезать ударами дальнобойной артиллерии от логистических центров, от складов с боеприпасами и ГСМ, и потом мочить. В этой связи, ну, как мы слышим от Пригожина, и, видимо, в этом есть. Хотя, может быть, элемент обмана, дезинформации, но я не думаю, что он очень значительный, потому что об этом свидетельствуют и другие факты, из других источников. В России проблема с снарядами, с артиллерийскими, она стоит кардинально остро. И в это же время наши союзники на Западе, я имею в виду Украинские союзники на Западе, решают эту проблему. Так Евросоюз принял решение, и сейчас на полных порах работает с тем, чтобы поставить один миллион боеприпасов в СССР. не факт, что это случится накануне, до начала контрнаступления, но, поскольку она будет длиться какое-то определенное время, то есть этих боеприпасов, их будет больше, этого миллиона будет больше, которое поступит только из ЕС, чем то, что поступит в Вооруженные силы Российской Федерации. Ну, и американцы резко наращивают производство этих снарядов, и при помощи вот этого всего необходимо будет обрушить огненный смерч на головы тех несчастных орков. Ну, я говорил несчастных, естественно, в том смысле, что это неумелые орки, это пушечное мясо, которое туда их плешивый недомерок изогнал на убой, и они покорно туда пошли. Вот как, с моей точки зрения, будет представлять собой вот это контрнаступление. Долгий, длительный обстрел, безнадёга, хаос, паника в войсках противника, ну и так далее. Пугалки по поводу ядерного оружия мне тоже пишут многие из моих зрителей, которые сами лично верят, я убеждён глубоко верят, что применение тактического ядерного оружия реальная угроза. Категорически с этим не согласен, потому что если бы такие мысли были, реальные, в Москве, его бы уже давно применили. Применили бы для того, по крайней мере, чтобы прервать, поставку вот этого, непрерывный поток американской, западноевропейской помощи, в том числе летальной помощи в Украину. Ну вот, тогда бы это имело смысл. А сейчас, когда, как сказал генерал Кавалей, уже в 98, это он сказал ещё в середине где-то апреля, вернее, нет, это было позапрошлой недели, 98% всего того, что планировалось и считалось необходимым для успеха наступления ВСУ, уже поставлено. Ну и сейчас идёт один пакет за другим. На прошлой неделе 300 миллионов. Сегодня было объявлено миллиард двести. И всё то же самое. Это артиллерия, это система противовоздушной обороны, то есть, как раз самое главное, что так необходимо для успеха контрнаступления. Поэтому вот эти заявления из ОПУ, какие-то там растерянные, которые буквально изменились в одночастие, вот, по-моему, перелом наступил в сознании некоторых людей в ОПУ у Ермаковцев где-то дня два назад. Они как-то совершенно не синхронизируют с тем, что делает в это время НАТО в Соединённых Штатах Америки. И что думают и пишут мне бойцы с передовой. Так, сейчас вам расскажу. Позавчера получаю письмо. Если вы помните, где-то в феврале месяца я обнародовал информацию на канале от одного из бойцов, которые работают в миномётном расчёте, это передвижные или самоходные миномётные установки, который криком кричал, как необходимо на линии соприкосновений, на линии фронта миномёты. И никто их в ус не дует, не собирается закупать. Я имею в виду Министерство обороны Украины под руководством Рейсникова. Хотя американцы дают на это деньги, не только миномёты, на приобретение необходимых вооружений, и это зависит от украинской стороны, что она будет приобретать. Ну и вот как-то так обратили внимание миномётчики из ВСУ, что миномётные установки и снаряды для них как-то совершенно не входят в перечень приоритетов Министерства обороны. а напрасно. То есть, тогда то, что они писали, значит, свидетельствует о том, что это самое важное, самое главное оружие, самое эффективное на поле боя при близком соприкосновении, скажем, в радиусе где-то нескольких километров. Так вот, ура! Нас с вами услышали. Попёрло. Первую партию Саурак Польша поставила. Приобрело Министерство Украины. Это они считают после того, как мы озвучили эту информацию через наш канал. Приобрели на деньги правительства США. Это победа. Три батареи. Кроме того, поступают в Страйкер 1129 САУ Миномёт США, а также шведский молот Тора. Это огромный сдвиг. Спасибо за помощь в опубликовании информации. Это тысячи жизней, это жизнеспасённых солдат армии Украины. Ну и начали закупать обычные миномёты из стран НАТО. Дополнительная просьба. Просьба вот сейчас для тех, кто не знает в ОПУ, как будет выглядеть наступление, вот зачитываю, что нужно для того, чтобы он был успешным и нужно немедленно. У США есть прекрасная самоходная 105-мм гаубица, полностью автоматизированная на базе Хаммера, или Хамби, для ВМС США. Она простая, и этим она уникальна. Она очень необходима нашим штурмовикам. Почему не заказывают, не могу понять. Большая просьба блогерам из Министерства обороны Украины и другим причастным людям в ОПУ. Обратите внимание, народ готов сделать наступление успешным, готов рвать и метать. Дайте ему необходимое оружие, они сделают свою работу. Ну и Пентагон сегодня, как я сказал, объявил дополнительно этой системой ПВО 155-миллиметровые артиллерийские снаряды и беспилотники, боеприпасы, также будет закуплена артиллерия, ракеты, помощь будет оказана в получении спутниковых снимков и так далее. Поэтому не время для уныния. сейчас каждый день, каждый час решает всё и нужно ускорить, ускорить всё по возможности. А вообще вот эти опубликованные карты или планы укреп районов орков на крымском направлении, лично для меня они свидетельствуют о следующем. Кремль однозначно и окончательно понял что его так называемая вторая армия мира жалкие огрызки, которые мы сегодня видели тех, кто смотрел на Красной площади, не способны ни на какие наступательные действия. И это надолго. Это не то, что там залезать рано, подготовиться, в ров пройти, в контрнаступление, внов пойти можно будет через несколько лет, при условии, если экономика и внешние связи экономические и технологические восстановятся, а это вряд ли произойдет. То есть, об этом забыли в Москве на обозримое будущее. Речь идет о глухой обороне. Закидать своим пушечным мясом вот эти укрепления, не дать ВСУ их взять. Ну и там где-нибудь выйти все-таки на переговоры, о которых мы еще с вами поговорим, и хоть что-то как-то где-то застолбить. То есть, враг в стратегической обороне, надо его выжигать валом огня, сеять хаос и панику. Ну и у меня такое впечатление, что на Западе, во всяком в Соединенных Штатах Америки, в этом смысле нет никаких сомнений, никаких колебаний. Если они есть, вот что я замечаю в последнее время, активизация агентов влияния или полезных идиотов Кремля, в том числе в Соединенных Штатах Америки, которые пробрасывают разные возможные варианты переговоров. Вот переговоры это сейчас одна из основных тем. Помимо поставок вооружения, Соединенные Штаты и НАТО создают еще своеобразный благоприятный внешний фонд для успеха наступления в СССР. на этой неделе начинается учение под названием «Мощный щит». Он пройдет на северо-западном фланге НАТО. Это район Балтии, Северного моря, северной части Атлантического океана. И будет сопровождаться боевыми стрельбами по уничтожению ракет и других летающих объектов предполагается Российской Федерации. Будет стрелять по целям дозвуковым всеми возможными силами и средствами. Сверхзвуковым, гиперзвуковым и по баллистическим ракетам. Это продлится до 26 мая. В нем примут участие 20 кораблей, 35 самолетов и около 4000 человек личного состава. Занимаются этим делом военно-морские силы США вместе с союзниками. Там в нем принимают участие два эсминца ВМС США класса Арли Берг. Один из них Портер. Это вот тот же самый Портер, который это было несколько месяцев назад в Крыму вызывал там большой ажиотаж, ажиотацию, так скажем, со стороны военно-морских сил, Черноморского флота. Так вот, он продолжает кошмарить потенциального противника. Важно, что впервые в этих крупных учениях принимают участие нов испеченный член НАТО в Финляндии, присоединение которого к Альянцу удлинило границу между НАТО и Российской Федерацией на 800 миль. То есть, то, из-за чего это плешивый гном якобы из-за чего начинал агрессию против Украины, чтобы отдалить НАТО от границ Российской Федерации, он его, он эти границы приблизил, причем приблизил вдвое, практически вдвое. Но стратег, что делать, опять всех переиграл. Итак, как я вам сказал, переговоры, участились, разговоры на эту тему, различные варианты, ну и, естественно, небольшое интервью к Генри Киссинджеру. Старина Киса, как любовно называли его в первом отделе, американском отделе ПГУ, представители которого имели с ним очень тесный оперативный контакт, когда он был еще профессором, аккурат, буквально, вот, накануне того, как он был назначен администрацией Никсона советником по национальной безопасности. Умнейший человек сто лет, слеп на один глаз уже, целый ряд там операций на сердце, но до сих пор сохраняет здравый смысл, рассудок, во всяком случае, излагает мысли грамотно. Ну и вот, вы все знаете, наверное, слышали, он планирует, он не сказал, почему он так думает, вернее, как, он сказал, что тот факт, что Китай вошел в процесс или принял, решил принять участие в усилиях по дипломатическому регулированию войны в Украине, свидетельствуя о том, что процесс пошел серьезно, и Генри считает, что, значит, к концу года это должно материализоваться. Ну и тут же со всех сторон ослышалось, а что это можно, а может это нельзя, со стороны я слушал в этом плане в основном украинских аналитиков, комментаторов и услышал, можете ошибся, конечно, я и не всех их слышал, но какие-то пессимистичные нотки. Тема была такая, что россияне захватили существенную часть территории сейчас во времена оккупации там их войска, выбить их может быть не удастся, скорее всего вряд ли удастся, сами они оттуда не уйдут, ну и вот так вот статика, все закреплено, теперь если переговоры, то надо признавать эти территории за Россией, если не признавать, это невозможно, никакое украинское правительство не усидит, народ сметет, ну и вот что делать, таким образом полная непонятка. Что я вам хочу сказать по этому поводу, вопрос о переговорах и о том, как и куда они пойдут, он сейчас глобален, то есть сейчас разыгрывается такая комбинация, я не уверен, что Генри Киссинджер, учитывая его возраст и серьезные массовые болезни, что он сам знает эти детали, он скорее это чует опытом, особым нюхом прожженного, я употребляю это слово в хорошем смысле слова, дипломата, проныру, и опять-таки в хорошем смысле слова, потому что многие, его же почитатели шутят, что некоторые урегулирования при помощи Генри Киссинджера были урегулированы таким образом, что только Киссинджер до сих пор полностью на 100% понимает, что он там натворил и на чем эти урегулирования жизнятся, да, так вот, значит, что происходит, в кратких я вам опишу, все идет, в принципе, в том русле, который мы вам, мы с вами обсуждали, когда говорили о том, как и почему Китай зашел в этот процесс, Китай зашел в этот процесс серьезно, очень серьезно, по многим причинам, ну, немедленной причиной, ему надо, ему надо как-то так решить вопрос с американцами, с этими барганами, микрочипами, это тяжелым ермом повисло на шее китайской экономики, совсем ни к чему, надо, наконец-то, восстановить эти цепочки, затем, стратегический проект, он, 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 вот-вот рухнет, стратегический проект, из-за чего начался шелковый путь из Китая, куда, в Европу, для того, чтобы объединить эти два пространства в единое торгово-технологическое и экономическое пространство, Китай вбухал туда сумасшедшие деньги, из каждой страны, с Италией, с Францией, с другими странами, у него, у него колоссальные деньги туда вложены, и огромные надежды, и если это все не урегулировать, или открыто стать на сторону России, Путина, которая, ну, вы видели эту физиономию сегодня, но как можно, как можно в этих условиях с этим сиротливо катящимся по брусчатке Красной площади этим танком, этим позорищем, как можно становиться открыто на сторону этого недоноска. Так вот, значит, Китаю надо как-то вылезти из той неудобной ситуации, которой он оказался благодаря ассоциации, но не совсем открытой, но тем не менее ассоциации с Путиным, и вот для этого он сюда влез. И сейчас решается масса вопросов. Например, Европейский Союз сейчас рассматривает вопрос о объявлении санкции против семи китайских компаний, которые заняты в высоких технологиях. производящих полупроводники, микрочипы. И это впервые Евросоюз решил присоединиться к американским санкциям против Китая. Китай понимает, что если это пойдет, то дальше все покатится, просто, может, все просто рухнуть. Ему надо как-то это остановить. Китай нервничает. то есть, вроде они только что договорились с Макроном, да это был Шольц, и вроде пошло нормально, но то раз их и поймали. Программа, правда, про компании не государственная, государство не замечено было, то есть, надо выкручиваться. Дальше, буквально в Индии, если я не ошибаюсь, будет рассматриваться в рамках ЕС глобальный договор о китайских инвестициях. Это уже стратегический проект. Ну, никак Китай не может, не должен этим пожертвовать, потому что рушится вот этот весь путь шелковый единый пояс, единый путь. То есть, вековой проект Китая летит к чертям в тар-тарары из-за этого кремлевского придурка. То есть, я не могу понять, я не могу поверить, что Китай, что кто-то в Китае может обезумить настолько, чтобы твердо занять позицию России и там отбивать, отбивать путинские интересы. Поэтому Китай, видимо, будет заниматься этим делом всерьез и надолго. посол Соединенных Штатов на прошлой неделе провел переговоры в Пекине, в ходе которых с министром иностранных дел Цинганом, в ходе которых было принято решение или высказано намерение очень пока тонко, осторожно, что надо улучшать отношения, надо возвращаться к здравому смыслу двусторонних отношений. В этом плане договорились о взаимных визитах, прежде всего в визитах американских представителей в Китай, там, по-моему, представители Министерства торговли и другие интересные лица. то есть Китаю вот сейчас надо так потихоньку поползком как бы так вот немножко переползти из того, из той плохой компании, которой он до сих пор с февраля прошлого года оказался, как-то так вот занять нейтральную позицию, о которой он заявил. Ну и повторяю, конечная цель этой всей операции состоит в том, что когда Мордор получит, а он обязан получить в ходе предстоящего наступления, наконец-то появилось государство, вернее, глава государства Си Цзинпин, который может принести Путину плохую новость и этот плешивый не будет считать, что согласившись с этой новостью, он уронит свою крысиную физиономию где-то как-то. Вот в чем, собственно говоря, смысл той большой игры, которая сейчас ведется вокруг этих переговоров. Что касается, да, какая позиция сейчас, если допустим прикинуть, что переговоры могли бы начаться через ну допустим три месяца, четыре и так далее. Вот опять-таки я услышал какие-то тревожные нотки в выступлениях целого ряда украинских аналитиков, типа, что Путин готов на долгую игру и рассчитывать, что Раша ее выдержит. Да вот вряд ли она выдержит. Чем больше данных поступает экономически, тем ситуация хуже. То есть, помните, первый квартал текущего года на 46% рухнули доходы от углеводородов. Теперь поступило за предшествующий месяц, поступила информация, вы помните, в конце февраля, вернее, в начале февраля было объявлено о эмбарго на и потолки цен на нефти, на импорт российских нефтепродуктов. Так вот, за месяц после этого эмбарго экспорт российских нефтепродуктов по всему миру рухнул на 85%. Господа, это почти катастрофа. Дальше хуже. Большие расчеты были на Индию. Бравурные разговоры о том, что огромное количество нефти сырой поступает в Россию, простите, в Индию, там из нее делают нефтепродукты, тот же самый дизель, который потом идет в Европу, западный мир, то есть Россия вот так вот обходит санкции, да не совсем она обходит, просто ей разрешают это делать в тех рамках, по таким ценам, которым считают допустимыми, с тем, чтобы НАТО, включая натовские танки в Украине, не оказались без дизеля, в том числе, понимаете, в том числе, то есть та нефть, которая Россия поступает, ну, сырая, до последнего времени поступала в Индию, там превращался в дизель, потом поступала в Европу, а потом поступала в Украину для заправки украинских танков, а теперь леопардов и самоходных гаубиц натовских для удара по ОРКам, то есть замкнутый круг. Ну, так вот, индюсы теперь пришли к выводу, что их как-то не устраивают условия нефтяной этой сделки. То есть индюсы однозначно сказали, индейцы, о том, что они не будут покупать, платить цен выше вот этих потолка, которые установила G7 и Евросоюз. А Россия хотела бы, чтобы Индия платила долларами. Индия сказала долларами, мы пока вам платить не будем. То есть все застопорилось. Второй крупнейший или даже один из топовых приобретателей сырой нефти Российской Федерации, Индия как-то так резко затормозила объемы своих операций по углеводородам с Раши. Еще одно неприятное известие, поступили буквально недавно данные о том, что экспорт вооружений одна из крупнейших статей дохода Российской Федерации. В 2011 году Россия делила первое место Соединенными Штатами в этой области по экспорту вооружений в 2011 но это было вооружение произведенное Советским Союзом в значительной степени на территории Украины которая тогда была одним из крупнейших центров ВПК причем который производил супер супер оружие которое не могло производить никто в том числе Российская Федерация я имею ввиду прежде всего ракетная техника так вот с 2011 по 22 год до начала агрессии экспорт вооружений из России рухнул на 70% на 70 ну а с началом агрессии у меня такое впечатление что он должно рухнуть до нуля ну кто же будет покупать то что так вот опозорилось на полях сражений Украины ну и кроме того надежда на то что российский ВПК в обозримом будущем оживет и то что он сможет осуществлять сервис того что они продадут и так далее то есть надежды практически никаких ситуация плоха но если добавить сюда неизбежное недовольство которое уже есть его видно но с началом наступления с увеличением драматическим увеличением потерь орков в ходе этого наступления в СУ я практически уверен что он пойдет не так как орки ожидают орки наверное думают что в СУ будет наступать на них как Вагнер как зэки Вагнера под Бахмутом то есть живой цепью в качестве пушечного мяса ничего подобного их будут уничтожать на том расстоянии на котором они не добьют туда будут уничтожать их как класс как отход человеческой цивилизации которая опасна для этой самой цивилизации так вот все это неизбежно значит вылится и в рост внутреннего напряжения внутри страны ну и по поводу значит как я вам сказал уже рассматриваются различные варианты один из вариантов который я его анонсировал я хочу застолбить пальму первенства и это то что проводит Кремль через как я считаю то ли полезных идиотов то ли свою агентуру то есть этот план я его увидел читая различные источники я не считаю что он хороший я просто объективно вам хочу доколожить сейчас как это дело может быть урегулировано и быть приемлемым приемлемым о всяком случае для вот этого сумасшедшего и так то есть вопрос стоит так что то что происходит на Украине это просто побочный эффект общего конфликта России против НАТО ну вы знаете эту историю это тоже самое ультиматум который МИД России в лице Рябкова выдвинул в конце 21 года мол давайте откатывайтесь к 97 году они были посланы нафиг по этому поводу Путин сегодня стонал что повели себя высокомерно ну и вот получилось что из-за этого из-за этого Путин был вынужден влезть в Украину причем здесь Украина если у тебя проблемы с НАТО это десятый вопрос но это это можно задавать вопрос человеку который владеет логикой но не для сошедшего с катушек идиота так вот возможно урегулирование Раша выводит свои войска со всей территории Украины а НАТО принимая во внимание опасения Российской Федерации мифические мы все знаем но допустим принимая во внимание вместе с Рашей создают демилитаризованную зону вдоль западных границ РФ на какое-то количество километров на какое договорятся и так Украина остается со всеми территориями которые она освободит включая Крым Пляшивый через свои средства массово оболваниванное население скажет что мы добивались мы поставили цель мы добились НАТО откатилось откатилось я имею ввиду передовые базы НАТО откатились но это не значит что те страны которые были приняты в НАТО с 97 года оттуда будут уходить НАТО сохранится просто отойдет на запад российские войска отойдут на восток и товарищ Си Цзиньпин приедет в Москву пожмет руки Путину похлопает ему по плечам это покажут по соловьиному помету и орки и вата возликуют вот так в принципе это все может закончиться безусловно здесь необходимо будет репарации необходимо будет помощь восстановления Украины как страны которая вынесла весь удар вот этого сумасшествия одной шестой части суши и здесь полезным окажется и Китай который захочет стать участником этого урегулирования внесет свою лепту в это дело и Евросоюз и безусловно Мордор который будет выплачивать долго и нудно вот такой вариант как я его вижу и я смотрю что уже он как-то так вот забрасывается в американское информационное пространство таким образом в общем если коротко коротко суммировать смысл чем могут закончиться контрнаступления какими переговорами с какой целью это будет урегулирование между НАТО или даже не НАТО США и Рашей в результате которой Россия простите Украина вернется границам 91 года что-то мне подсказывает что старина Кенри именно такую комбинацию и имеет в виду когда говорит что если его позовут он готов сесть на самолет и слетать и в Москву и в Пекин но пока это случится господа должно начаться наступление и я уверен что она будет успешной и его результаты будут осязаемы и очевидны поэтому как всегда слава Украине ее вооруженным силам враг будет разбит победа будет за нами ну и вам дорогие друзья как всегда мужество выдержки уверенности в нашей победе ну и берегите себя дорогие друзья видите несмотря на то что некогда страшные вирусы превращаются в жалких земляных червей я имею в виду эволюцию ковид 11 они иногда еще уже уже умирая уходя в небытие иногда еще покусывают вот нечто подобное я видел сегодня на Красной площади глядя глядя и краем уха слушая этого недоноска который скулил о том как все его и его Рашу обижаются втянули развязали войну бедные несчастные люди всего хорошего дорогие друзья надеюсь что к следующему моему появлению мой голос совершенно восстановится ну и мы будем видеться с вами как обычно регулярно до скорых новых встреч